Бумажный билет от кондуктора, неудобные сидения и духота в салоне. Сегодня трамвай в Екатеринбурге. Это небольшое удовольствие. Давайте узнаем, как горожане относятся к тому, что скоро на смену к нынешнему транспорту придут новые современные автобусы, троллейбусы и трамваи. Скорее всего, более современные и удобные вагоны. И чтобы в них все-таки было прохладнее. Что нужно нового в транспорте, чтобы было удобно всей семьей путешествовать? Не знаю, просто обновить и добавить количество общественного транспорта. Потому что, например, с автовокзала на ВИЗ не доехать. Нужно полностью заменить советские трамваи, автобусы? Или все-таки оставить парочку, чтобы был контраст? Для романтики, для воспоминания какой-то. Я считаю, что должны остаться, потому что это очень хорошие трамваи. И они достаточно пользы нам привезли. И будущее уже близко. Современные образцы общественного транспорта можно увидеть на площадке Инопрома. Но это уже другое дело. Городской электробус с ночной зарядкой. Запас хода 240 километров. А это значит, что он сможет курсировать по маршруту целый день без остановок. Позаботились разработчики и об удобстве шоферов. На Инопроме для водителей трамвая представили кабину нового поколения. Здесь тебе и пульт управления, и автопилот. В общем, сделано все так, чтобы машинист полностью контролировал поездку и безопасно довез пассажиров. Ну что, поехали? Повышая качество городской среды путем замены старого убитого автотранспорта, городского электротранспорта, получают неоспоримые преимущества. Впрочем, современные новички уже вовсю теснят на рельсах своих предшественников. Верхнепышминский трамвай, он же львенок, уже радует пассажиров комфортными поездками между Екатеринбургом и Верхнепышмой. Будет ли таких вагонов больше, обсуждают сегодня на полях Инопрома. Опыт положительный, потому что мы комплексно смогли построить депо, обновить подвижной состав. И эксплуатация, которая сейчас идет, она действительно показывает хорошие показатели. А пока посетители Инопрома вовсю осваивают транспорт будущего, мечтая, как однажды эти красавцы выйдут на маршруты в Уральской столице и других городах Свердловской области. Самое главное, чтобы было достаточное количество, чтобы сокращалось время ожидания на остановку. Всем нужен интернет хороший, конечно, в такую жару, которую сейчас есть, очень хочется, чтобы кондиционеры работали, но безопасность. Наталья Гришко и Алексей Нескин. События ОТВ.